Обещанного три года ждут, гласит известная поговорка. Пенсионер Анатолий Голубев, который стал инвалидом после инсульта, решил не ждать, пока чиновники и представители управляющей компании помогут решить вопрос с перилами. Историю о том, как Анатолий Михайлович не может выйти на улицу уже второй год, мы рассказывали в эфире. Пенсионер живет на третьем этаже. Если спуститься вниз он может, то подняться уже нет. Левая половина тела парализована. А так мне надо было перехватываться. Здесь я вот вперед так. Я когда справа, мне правая надо налево, рука-то правая, я упал. Ну поэтому упал, хорошо спустился туда, попой вниз. А так вот, пожалуйста, я поднялся, да, культурно. Родственники Анатолия Голубева за два часа сделали перилы деревянных палок и закрепили их скобами для труб. Цена вопроса немногим более двух тысяч рублей. Хотя управляющая компания представила смету более чем на 17 тысяч. Автомобильный кран надо, сварочный аппарат надо, пятая, десятая. Ну и хоть бы пришли и спросили меня, как лучше это сделать, я же конструктор. И 35 лет только на дно вот здесь работал. Главный металлург. Я бы сказал, к стене и все. И легко, и хорошо. С мету стоял, вот там 200 метров труб. Когда я позвонил 200 метров, я говорю, на весь дом. Да вы что, только на ваш подъезд. Как только перилы появились в подъезде, пенсионер предложил управляющей компании полюбоваться на результаты труда. Тогда мне купили эти палки, я трубы хотел, но сын сказал, папу снимут. Сейчас у нас ЖКО и все прочие. Так когда я уже позвонил сюда, я говорю, я буду делать сам. Мне что сказали? Мы вас посадим. То есть уголовное дело возведем. Почему? Потому что вы самодельно, самостоятельно. Я говорю, вот и прекрасно. В тюрьме я не сидел. Может, предъявлять претензии к инвалиду никто не станет. Но очевидно, что добиться равных возможностей весьма непросто. Теперь же, когда Анатолий Голубев может выходить на улицу, возникла очередная проблема. Негде посидеть. Около дома нет ни одной лавочки.